Так выглядел пруд год назад весной. Прошлым летом вода, конечно, тоже была не очень, но не настолько страшно еще. Ну а в этом году это буквально месяц назад. Давно не доливала, вода некрасивая, конечно. Ничего, с этим тоже справимся. Съемка 30 июня этого года. А это два дня спустя 2 июля. Сегодня 3 июля. Я снимала 3 дня назад видео и показывала, какая мутная вода в этом пруду. Вчера я доснимала еще один клип и показывала, что начала проясняться вода. Давайте посмотрим, что после этого произошло за один день. Посмотрите, какая прозрачная вода. Видны все камушки. Небо отражается, поэтому не иногда мешает смотреть. Вот видите, те белые три таких, скажем, больших камня. Это самое глубокое место в пруду. Лично я просто в восторге от такой прозрачной воды. А сегодня уже 4 июля. Поехали. Поехали. Хотите такую же прозрачную воду в пруду? А теперь слушайте внимательно, что я вам скажу. А воду надо выкачать, камушки промыть и тогда будет опять на год красивой. Нет, воду выкачивать и камушки мыть не надо. Вернее нельзя. После создания пруда оставьте его в покое минимум на год, а лучше на полтора-два. Говорю это вам по своему десятилетнему опыту. Как вы видели, я ранее тоже выкачивала воду из пруда и мыла камни. Но вода в пруду становилась мутной уже через месяц. Я снова мыла пруд и вода снова становилась мутной, непрозрачной. Только благодаря своей лени в третий раз я не стала мыть. И тогда вода в пруду стала сама прозрачной. Эту же теорию я решила перепроверить и с новым большим прудом, созданным год назад. И как видите, все работает. Если пруд мелкий, то удаляйте весной со дна опавшие листья, а также плавающий мусор. Тину можете тоже удалить сачком. На дне пруда будет образовываться осадок. И если он вам не нравится, то соберите его специальным пылесосом для прудов. Но не переусердствуйте, иначе и ныряльщиков и водомерок уничтожите совсем. Главное, не мойте пруд, не мойте камни. Со временем в пруду образуется микрофлора, которая сама будет поддерживать в пруду чистую и прозрачную воду. Заведутся водные насекомые, такие как ныряльщики, гладыши и пауки-водомерки, бегающие по поверхности воды, и которые будут съедать всех личинок комаров. Водомерки также едят слепни и их личинок. По воде тут ходят лапками здесь тоже. Бегает под камушек, забрался. Добавляйте в пруд свежей воды, когда она будет испаряться. И это все. Наслаждайтесь чистым и прозрачным прудом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...